Селекция четко прошла. Люди, которые занимались чем-то реальным, имеющим отношение к земле, они ушли в бизнес. В частный бизнес или даже в государственный бизнес. Но даже государственный бизнесмен нечто должен выдавать реальное. А настоящий российский чиновник это наследник чистых паразитов. Чистых дистиллированных стопроцентных паразитов. Партийного аппарата, отделов кадров, агитпроб, орготделы и так далее. Это чистый дистиллированный идеальный паразит. И у него соответствующее отношение ко всему на свете. Только это паразит, разбухший от невероятнейших фантастических денег, из которых отнюдь не все уворовано. Это безумные зарплаты, безумные доплаты. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это ответы на ваши замечательные вопросы. И первый вопрос, он из патреона. Вопрос от пользователя Роман Синяков. Вопрос для следующего выпуска. Изменилась ли оценка Ларом уровня накала в официальных российских СМИ на тему Украины для мобилизации населения? Сложно, наверное, вы российские СМИ не смотрите, но я подозреваю... Вы посмотрели? Нет, в том-то и дело. Поэтому мне осудить очень трудно. Я прошу прощения, но я не могу себя заставить смотреть ток-шоу российские, потому что на меня это очень психологически тяжело действует. Дело даже не в содержании, хотя оно тоже раздражает, но это беснования, эти вопли непрерывные. Крайне агрессивные рожи этих людей, которых я половину лично знаю и, надо сказать, испытываю большинство из них отвращения. Человеческое отвращение. Никак не связанное с их политической позицией. Просто люди противные. Агрессивные, самовлюбленные, продажные, очень наглые, ну, в общем, неприятные люди. Я не склонен к морализированию, и, в общем, идеальных людей на свете нет, но участники этих ток-шоу – это все-таки то, что называется отбросы общества. Вот, короче говоря, я это дело не смотрю, хотя это непрофессионально, я должен был бы смотреть, честно говоря, но вот не могу себя заставить. Я читаю из официальных или таких полуофициальных СМИ канал РБК, он, по-моему, вполне объективный, приличный. Но они, я бы не сказал, что как-то сильно, они информацию дают. Вот, они мало меняются от времени, начнется война, они тоже будут давать информацию. Значит, раньше я почитывал такого блогера Игоря Яковенко, хоть он меня там и называл агентом ФСБ и рассказывал, что я чуть не детей ем. Вот, но это мне наплевать, а он излагал, он-то смотрит, он вот вредность все убрал на себя. Он смотрит, смотрел, во всяком случае, российские каналы и пересказывал, что там говорит Соловьев. Вот, но постепенно мне надоело это читать, потому что Яковенко, кто мне объективно смотрит, он пересказывает все время одно и то же и постоянно довольно однообразно стебется над Соловьевым и участниками его ток-шоу. Я понимаю, что... Потому что один только выпуск посмотрел, вот, и дальше его не хватило. И дальше пересказывает год за годом этот выпуск, да. Вот, значит, я понимаю, что это действительно работа тяжелая, я согласен. Но, к сожалению, из шуток, значит, Яковенко я очень мало получал информации. Такое ощущение тоже было на этом шоу, только среди зрителей, и, в общем, как-то втянулся немножко. То есть взгляда со стороны и пересказа, насколько вот у них градус... В общем, температуру таким образом не померяешь. Поэтому, к сожалению, градусника у меня, увы, нет. Дорогие друзья, давайте я вот возьму на себя, взвалю на себя груз Владимира Рудольфовича Соловьева, весь вот этот самый Соловьиный, и к следующей неделе мы вот исправимся. Я посмотрю какое-нибудь шоу, я только сам, пожалуйста, выберу. Или порекомендуйте, в конце концов, мне, кто смотрит Соловьева, если разум вас еще не покинул, порекомендуйте, пожалуйста, что из этого покороче, где меньше всего слюны и пены, и вроде как это можно считать каким-то таким официозом, позиция партии-правительства. Буду очень благодарен, если вы мне порекомендуете что-нибудь из этого. Я это обязательно посмотрю и, наверное, буду смотреть. Все-таки не очень это объективно, не обращать внимания на российскую пропаганду. И так мы этот вопрос и порешим. Это неправильно, конечно. Это все равно, что я имею в виду свое положение. Вот я в таком положении, как врач, который боится подойти к больному, не может ему ни температуру, ни пульс померить, ни симптомы никакие, ставит диагноз вообще, даже по телефону с больным не разговаривает, ставит диагноз по наитию. Конечно, это неправильно. Но если больной, с другой стороны, кусачий, постельное белье не меняет по полгода, то тоже, в общем, не так приятно к нему подходить, с другой стороны. Вот. Что касается, значит, передачи, я вам сразу скажу, а что тут тоже мне беном не втона. Есть такая передача, если она не закрылась, а я думаю, она не закрылась, воскресный вечер или субботний вечер с Соловьем. Вот это все, общество там собирается, это главное. На этом уж я пойти не могу. Четыре часа или сколько там это? Четыре часа. Оно по четыре часа иногда идет. Вот если бы мне кто-нибудь бы скинул бы что-нибудь покороче, но вот 60 минут, вся надежда на Скобеева, так сказать. Да, Скобеева 60 минут. Хотя, может, 60 минут шоу не длится, 60 минут, это вполне легко можно. Вот 60 минут я посмотрю, наверное. Ну, предлагайте свои варианты, может, кто получше найдет шоу. Ну, 60 минут, это же название, оно может тянуться 160 минут просто. Называется шоу. Я не думал, что вечер Соловьева четыре часа. Соловьев, такое впечатление, что он, конечно, немножко съехал за последнее время, потому что он, во-первых, живет в эфире, у него же там семья, 25 человек детей, когда он их вообще видит. Ну, вот, живет он в эфире. Ну, по-видимому, такое наслаждение доставляет слушать свой голос. С другой стороны, он может идти по улице и сам с собой разговаривать. Наверное, ему нравится слушать свой голос, перебиваемый взвизгами там Жирика с опением Шахназарова. Значит, мужественными репликами героического старика Кедми. Видимо, вот, это какофония. По-видимому, ему нравится не только свой голос, а певец, он же дирижер. Вот, наверное, вот это ему доставляет максимальное удовольствие. Свой голос в ансамбле других голосов. В полифонии, как вот литература веда выражается. Видимо, как-то так. Ну, 2,43 тут хронометраж. Есть 3,07 хронометраж. То есть, вот, Леонид Александрович, вы говорите, что у нас выпуски длинные. Вот, какая планка есть недостижимая. 2,43. 3,07 хронометраж. Если вы будете брызгать слюной, у меня вот без зуба я, но я стараюсь не брызгать, я лапкой ротик закрываю. Вот, если вы будете брызгать слюной и орать все время, и перейдете на подцензурную лексику, то есть, не совсем матом, но и не совсем парламентские выражения. Вот такая специфически подцензурная лексика. То, в принципе, можем растянуть ее на 3 часа. А сколько у нас зрителей прибавится? У Соловьева аудитория там, сколько там, 10 миллионов, ну, 5 миллионов. Ну, нет, ну, смотрят это обычно от полумиллиона до миллиона. Все-таки сократить я считаю. Ну, мы так, глядишь, тысяч 50 наберем. Про потом, куда я от них удеру, хотел бы я знать. Тоже вопрос. Я-то, в отличие от Соловьева, свой адрес не скрываю, так я из дома выйти не смогу. Ради, что по веревочной лестнице. Ну, ладно, это будем думать. Переходить ли нам на Соловьевские форматы и Соловьевский тембр, будем думать. Пока я не склонен к этому, но жизнь подскажет, может быть, придется. Хорошо, к следующей неделе я исправлюсь и посмотрю что-то из российской пропаганды. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Аксель. Я задаю вопрос так, как его сформулировал пользователь. Европейского гуманизма нам не видать. Стоит ли размышлять об эмиграции или перемены в мышлении возможны? Ну, мы, наверное, не даем таких советов о том, ехать человеку или не ехать. Ну, давайте представим, что это абстрактный человек. Какой-то условный гражданин Н. Не наш пользователь. Вы знаете, но это... Ему 40 лет, он среднего возраста. У него есть средства... Ну, в общем, финансы ему позволяют. И его работа конвертируется. Вот вы бы на месте этого сферического вакуума человека средних лет как бы поступили. Вы знаете, я думаю, что все перечисленные вами качества, наверное, имеют какое-то значение. Но, в общем, совершенно второстепенные. По-моему, такой вопрос, как ехать или не ехать, определяется только двумя вещами. Первое – это энергетика человека, которая мало зависит от возраста. Ну, и зависит, но относительно зависит от возраста. Энергетика. Это раз. И второе – это степень недовольства своей жизнью. Естественно, что если ты своей жизнью доволен, то ехать тебе некуда. И незачем. Второе – это энергетика. Если у тебя высокая энергетика, то она тебя сама поведет. Если у тебя ее нет, то чего из себя вымучивать ее? Если же речь идет о идеологических мотивах для отъезда. Идеологических, прагматических. Ну, например, заработок и тому подобное. Ну, во-первых, заработок зависит от профессии, смотря на сколько ты востребован. То есть, я еще раз повторяю, главное – это энергетика. Как мне кажется, энергичный школьник, энергичный человек без определенной профессии может добиться гораздо большего, чем вялый и скучный специалист. И тому пример без счета. Я вот читал, забыл фамилию. Про какого-то, кстати, украинского парня, который уехал в Америку практически без всякого образования. Создал там, как сейчас это модно, значит, стартап в области электронного обслуживания. Стал миллиардером. Ну, естественно, это единственный случай. Миллиардеров вообще на свете пока еще не так много. Вот, но больших успехов человек добивается прежде всего пропорционально своей энергетике, своей харизме, своей коммуникабельности и так далее. Образование здесь имеет, ну, далеко не главное. То есть, вообще, десятое значение. Надо будет, научилась, не надо. Забуду то, что, то, чему учился. Вот, поэтому, значит, от энергии, от неудовлетворенности жизни идеологические мотивы, что у нас тут мало гуманизма, а в Европе много гуманизма. Европа разная, и гуманизм там разный, и гуманизм по отношению к эмигрантам разный, и так далее, и так далее. Ну, есть простые цифры, да. В России продолжительность жизни лет на 10 меньше, чем в странах Западной Европы. Это факт. Статистический факт. Ну, опять-таки, статистический, понимаете. Я знаю в России огромное количество людей, женщин, правда, мужчин не знаю таких, которые перевалили за 90. Более того, вот, среди моих знакомых, пожилых москвичек, я думаю, что женщин, которые перевалили за 90, ну, больше половины. Вот вам, пожалуйста. Мужчин нет, мужчин такого возраста не знаю. Мужчин за 80 знаю немало. Хотя, значит, статистически средний возраст, ну, возраст смерти меньше. Вот, это если речь идет о здоровье. Что касается медицины, ну, наверное, на Западе она, очевидно, более высокотехнологичная. По-видимому, более продвинутая. В России уровень медицины за последние годы, по-видимому, сильно упал, потому что преимущество, которое было у нашей медицины, это ее такой, кстати, более гуманистический характер. То есть, врач в России, как я понимал раньше, легче отступает от стандартного протокола, от стандартного стереотипного лечения и чаще склонен думать над индивидуальным больным. Сейчас это ушло. В основном ушло. Это было, как мне кажется, это было большое преимущество именно русской медицины. Но мне кажется, что это в прошлом. Мы сейчас приблизились к евростандартам. А можно я вклинюсь немножко, потому что я этот вопрос немножко изучал. Смотрите, главная вообще проблема, ну вот преимущество старой медицины заключалось в том, что она была условно бесплатная, ну вот советская вот эта модель, то есть страховая медицина. А нынче мы перешли к медицинским услугам. Что это означает? Что медицина полностью коммерциализировалась. И вот, например, по-моему, Швозберг приводил такой пример, что вот есть какой-то поселок. В этом поселке люди, в общем, остаются фактически умирать. То есть доживают свои годы. И Минздрав решил, что держать там станцию скорой помощи совершенно нерентабельно. Она, ну нерентабельна ни с какой точки зрения, что там мало народу и так далее. Соответственно, если им нужна скорая помощь, то эта скорая помощь придет из другого поселка, где больше народу. Но она прийти туда не может, весной, зимой и осенью. Потому что дороги нету в этот поселок. Вот, соответственно, это этот переход к тому, что мы называем медицинские услуги. Он оборачивается тем, что есть какие-то люди, чья жизнь абсолютно нерентабельна. Да, монетизация медицины – это в России точно катастрофа. Ну, я, когда говорю о медицине, я могу говорить о том, что я знаю. То есть о медицине в Москве. Наверное, она лучше, так сказать, ближе к той самой европейской, чем медицина в основной стране. Но судить не берусь. Значит, оцифровка жизни вообще всех ее аспектов. Всех. Ну, например, научная деятельность. Когда ученого меряют просто количеством. Ученый равняется количеству цитирований. Оцифровка, и она же оборотная сторона оцифровки, или там другая проекция оцифровки – это монетизация. Оцифровка и монетизация жизни – это как раз, как вы понимаете, не в России придумано. Это именно американские стандарты, американско-европейские стандарты. Но они не отвратимы, они необратимы, и они имеют место во всех странах мира, просто с разной скоростью и в разной форме. Мне по-человечески этот оцифрованно монетизированный мир не нравится. Он, мне кажется, как раз антигуманным. То есть какая-то степень оцифрованности полезна, удобна и так далее. Но когда дело доходит, мне кажется, что та мера оцифрованности и монетизации, которая вот мне была бы органична, и мне была бы психологически удобна, она давно пройдена. И сейчас мы стремительно идем к новым рубежам в этом деле, от которых я уже просто теряюсь. Поэтому я плохой советчик в этих вопросах. Мне кажется, что оцифрованно монетизированная жизнь антигуманна. антигуманна, она из области как раз бесчисленных утопий, антиутопий, начиная с прекрасного нового мира Хаксли, который, наверное, все читали, и кончая вполне серьезными утопиями, там, Шваба, Гейтса и так далее. По-видиму, это неизбежно. Ну, технологический прогресс повернуть нельзя. По крайней мере, до сих пор последние 10 тысяч лет это никому не удавалось. Повернуть его нельзя, а его социальные последствия меня мало вдохновляли. Вот, поэтому то же самое относится, кстати, к образованию. Вот, про это я немножко лучше знаю. Значит, элитное западное образование школьное, элитное западное школьное образование, как мне говорят люди, которые живут в Европе, оно более серьезное, чем элитное ЕЖ образование в России. Но оно практически недоступно для обычного эмигранта. Элитное образование в России, ну, в Москве, опять же, намного более доступно было для тех людей, уехали, моих знакомых, которые уехали в Европу. И типичная, значит, история, когда мне говорят, что вот наш сын, там, наша дочь, который там 12-15 лет, ходит в местную европейскую школу, делать ей там абсолютно нечего, потому что все, что здесь рассказывают, он, она знает наизусть, давным-давно прошла в московской элитной школе, а пробиться в местные закрытые элитные школы мы практически не можем, и денег не хватает, и еще там каких-то условий и так далее. Вот это вот, что касается образования. Что касается свободы ведения бизнеса, ничего не могу сказать. Не знаю людей, которые открыли бизнес на западе. Рейтинги все эти бесконечные, удобство бизнеса, свобода бизнеса и так далее, ну да, они говорят, что бизнес-среда в Европе лучше, чем в России, впрочем, как я понимаю, если вас интересует свобода создания бизнеса, то самые лучшие условия это в Юго-Восточной Азии, например. Даже для приезда, по-видимому. Для своих безусловно сто процентов, но даже может быть и для приезжих. Еще считаются неплохие условия свободы бизнеса, свободы создания стартапов в Соединенных Штатах, в Канаде. Но вообще создавать бизнес в чужой стране это, как я понимаю, намного труднее, чем в России, при всей бюрократизации, при всех взятках и так далее, и так далее. Бизнес, как и политика, это очень привязанные к стране вещи. Наука нет. Если вы ученый, то у вас в любой лаборатории мира примут эсперанто, вас общий английский язык, плюс научный сленг, плюс математика, все остальное не имеет никакого значения. эсперанто, ну вот, наконец, значит, да, экология, экология, по-видимому, в Европе лучше, чем в России, вероятно, лучше, хотя, как я понимаю, опять же, сужу по Москве, но я не думаю, что Москва какое-то феноменальное исключение, я думаю, что в крупных городах везде примерно одинаково. Приближение к евростандартам идет довольно активно, и эмпирически я это чувствую, по улицам-то хожу, вот, и по, опять-таки, рейтингам и так далее, и так далее. Ну и, наконец, значит, социально-политическая активность. Ну, опять же, понимаете, одно дело рассказы о том, что в России нет политических свобод. Ну, разумеется, их нет. Разумеется, их в России нет. Тут спорить не о чем. Свобод нет, выборов нет, политической конкуренции нет. Факт, факт. С другой стороны, вот, пожалуйста, смотрите, слушай, вы меня слушаете, так? Я хоть раз в чем-то за эти годы вынужден был подлизываться к начальству, говорить не то, что я думаю, врать и так далее. Нет. Говорю ровно то, что я думаю. Что со мной страшного за это время сделали? Абсолютно ничего. Может, сделают, не знаю, поживем и видим, но пока я так не думаю. Думал бы, молчал. Следовательно, свобода слова в России есть. Не уверен, что она на Западе больше, просто потому, что, еще раз повторяю, я говорю все, что я думаю. Бояться мне нечего, стесняться мне нечего. Вот, максимум, что мне могут сделать, ну, вышибут меня из газеты, где я работаю. неприятно, деньги потеряю. вот, мы видим, что, значит, ну, это я, маргинал. Значит, маргинал, фрик, который не имеет никакого отношения ни к какой партии, ни к какому общественному движению и так далее. А можно вот это важно зафиксировать, если мы объективны, есть ряд запретных тем. Это одна маленькая, но гордая республика, это точно, это ее руководство, ну, и несколько еще других тем. То есть, этих тем, ну, в силу инстинкта самосохранения касаться нельзя, независимо от того, что мы думаем и что мы не думаем. В этом смысле тунзура есть. Ну, это правда, но есть еще там сакральные шкафы, вот, Великая Отечественная война. Попробуй там усомниться, сколько там было панфиловцев, 28 или 25, те башку оторвут. Есть такое дело. Ну, я думаю, что сакральных тем на Западе намного больше. Попробуйте что-нибудь не то сказать про гомосексуалистов. Попробуйте что-нибудь не то сказать еще там на 25 тем. А что касается маленькой, но гордой республики, ну, попробуйте в Америке предметно, предметно порассуждать про мафию какую-нибудь. Про еврейскую мафию, про итальянскую мафию, про негритянскую мафию, еще про какую-нибудь мафию. Я на вас посмотрю, долго ли, много ли вы на рассуждаете. Поэтому я думаю, что закрытых тем их везде навалом на самом деле. Но это я повторяю, я не образец, потому что я фрик. Я вне игры. Карьеру я не делаю. Вот сделать карьеру человеку, который идет против течения, безусловно, в России невозможно. Но уверяю вас, что точно так же это невозможно ни в одной стране мира. Ни в одной. Вы можете делать карьеру, только плывя по течению. На то оно и течение. Поэтому в этом смысле есть политические различия. Нет в России выборов, нет политической конкуренции, нет того, нет всего. Это правда. Это правда. А с точки зрения возможности идти против господствующего мнения, я думаю, что по-своему это опасно в России. За шкирдон возьмут. А по-своему это опасно на Западе вышвырнут отовсюду и останешься в положении фрик. Ну вот я фрик, ничего, живу. Но это кому что нравится. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Антон Семенович Шпак. Какие очевидные и кричащие проблемы с Россией останутся после ухода вв.путин? Все проблемы останутся. Реальные проблемы. Потому что ни к одной реальной проблеме власть не приступала и не факт, что может приступить. Но главная проблема названа, она очевидна, переход к пост углеродной экономике. Отнюдь не для России, а для всех петрономик. Это колоссальный, ну, как нынче положено говорить, вызов. Ну, это, в общем, катастрофа, попросту говоря. Если вы живете с того, что продаете нефть, а потребность в ней уменьшится в разы, ну, и что делать будет? Но это относится не только к нефти, это относится и к металлам и так далее, и так далее. Но даже можно еще шире взять. Мир меняется с такой быстротой, которая намного опережает наше восприятие этих перемен. Мы просто не успеваем их осознать. Но в самом общем виде мы все-таки осознать их способны. Это переход к новой, даже промышленной наверное не назовешь, как ее назвать-то правильно. но к экономической революции. Постиндустриальный переход. Да, все это все знают тут Америку открывать глупо. Постиндустриальная экономика то самое мета пространства, о котором ни к селу, ни к городу говорит Путин. Это вызов для всех людей на земном шаре, для всех стран на земном шаре без единого исключения. Просто к этому вызову одни страны готовы больше, другие меньше. Очевидно, что наилучшая готовность к рождению ребенка у тех, кто беременен. И наихудшая готовность к рождению ребенка у тех, кто бесплоден. Правда? Вот есть страны, которые беременны этой самой новой экономикой, которые ее создают. Не страны, куски этих стран, регионы в этих странах. Все эти силиконовые долины там и тому подобное. Сингапур с Швейцариями. Несколково, Да, не осколково, это точно. Осколково, тут маленький осколочек у нас есть, но в этом осколочке очень чуть-чуть отражаются небушка. Вот, значит, эти страны к этому готовы, они это тянут, и они будут, они не будут, они есть главные выгоды получателя от этого дела. Факт, факт. Их представители, вот действительно иностранные агенты во всем мире, то есть люди, которые работают в этих фирмах, а значит, представительства этих фирм разбросаны по всему земному шару. Россия, как страна, большинство населения нашей страны, в этом смысле вполне бесплодны. Опять же, если пользоваться этой аналогией с рождением нового ребенка, вполне бесплодны. Вот главная настоящая проблема, которая стоит перед страной. Она не нужна, так же, как к этой новой экономике, не нужна отнюдь не только Россия, но огромное несметное количество стран, людей, институтов, организаций и так далее, и так далее, и так далее. Просто в разных местах пропорции этой нужности и ненужности разные, как нам кажется сейчас, в России эти пропорции высоки. Это проблемы не 22-го, но и не 20-го века. Это проблемы середины 21-го века. поскольку решить их эти проблемы Россия не в состоянии, она в состоянии, то она Россия в состоянии только назначить на эти проблемы Чубайса. Вот единственное, на что способно российское государство назначить на эти проблемы Чубайса, а потом сказать, что во всем виноват Чубайс. Я не думаю, что после ухода Путина способность к решению данных проблем резко вырастет. Да, Россия может инвестировать деньги не в ДНР и в Белоруссию, а в образование и в создание больших там образовательных кластеров, комплексов и так далее, и так далее. Но боюсь, что это радикально ситуацию в данной области не изменит, хотя, наверное, немножко подтянет. Ясно, что в нашем положении тратить деньги на строительство Версаля по последним архитектурным образцам 19 века, это странное занятие. Россия занимается тем, что строит на Универсале Гатчинский дворец, строит огромный Гатчинский дворец по последним архитектурным моделям 19 века, решает проблемы центрального отопления, можно ли телефонизировать через барышню или там еще каким-то образом, как построить гараж для бензинового автомобиля, вот эти проблемы, которые называются словом геополитика, Россия решает. Ну, когда делать нечего, можно и этим заняться, но это называется убийство времени, прогрессирующее отставание, специально организованное, прогрессирующее отставание от времени, потому что руководство страны знает, что догнать это время, оно бессильнее. Когда это руководство сменится, а это произойдет в любом случае в течение вот этого десятилетия, это уж точно. Когда это руководство сменится, ну ладно, возьмем крайний случай, Путин остался на 12 лет, 2036-го, когда это руководство сменится, станет ли страна и новое руководство ближе к новому времени, сможет ли оно, это новое руководство, эффективнее догонять время. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что есть огромное количество регионов, даже не стран, регионов, которые отстали навсегда от времени. Это очень странное время мы переживаем, действительно странное, реально странное, в которое мы вступили. Я-то, конечно, его расцвета не увижу, но многие зрители, наверное, увидят. Странное время, к которому не только российское руководство, не только так называемый российский бизнес, причем я не о Сечинах и Костинах, а я уже о Потанинах и Олег Первых. Не только российский бизнес, не только российская интеллектуальная публика, креативный класс, в общем, никто не готов. Мы готовы спорить и решать проблемы 19 века. Всеобщие выборы или авторитарная власть, захват территорий или развитие образования, гиперзвуковые ракеты там 25 махов или ну не знаю гражданские самолеты. Это все очень мило. Эти проблемы, решения которых в задачнике есть, но мы никак не хотим. Вся отчаянная борьба идеологическая, интеллектуальная, идеологическая у нас нет. интеллектуальная борьба в России сводится к одному. Так открыть все-таки задачник на последней странице, где напечатано решение задач, или делать вид, что эту страницу мы оторвали и решение задач мы не знаем. Вот идет такая великая борьба. Нет, не откроем, это ниже нашего достоинства. Да откройте его ради Бога, там уже написано. Это очень милое занятие, это очень греющее занятие, но это занятие ценой определенного ресурса. Ресурс называется время. Может быть и правильно, что его теряем, все равно догнать нельзя, так давайте хоть развлечемся. Очень может быть. Я несколько раз приводил пример, вот человек, это известный психологический такой пример, когда человек опаздывает на поезд, видит, что поезд подходит, он затевает драку у кассы, тем самым последних шансов догнать поезд, он лишается. Известный феномен. Глупо. Ну, почему глупо? А если он и так, и так его не догонит, но так он будет тихо, смирно стоять, переминаясь с ноги на ногу, перед кассой, и все равно билет не получит. А так он хоть погреется, развлечется, и хоть, значит, не зря стоял. Поэтому сказать, глупо это или умно, я не могу, это кому как нравится. Но то, что к поезду мы плохо подготовлены, это факт. Вот эта проблема останется. Ну, и все остальные мелкие, уже мелкие на этом фоне проблемы. Это демографическая проблема, она и в Европе есть. Низкая рождаемость, высокая смертность, ну, естественно, высокая смертность из-за старения населения, замещения мигрантами. Эта проблема есть везде. Россия тут совершенно ничем не отличается. Просто у нас все проблемы как-то, ну, нам они виднее, нам они, значит, доступнее. В чем-то Россия решает эти проблемы лучше, чем в Европе, как мне кажется, потому что меньше делают вид, что мы гуманисты, что мы сентиментальные, и мигранты вместо того, чтобы качать права, просто работают. Но в этом смысле, наверное, российский метод решения этих проблем более разумный, тактически. А стратегически сказать трудно, потому что если наступит момент как, а он, видимо, наступит все-таки, когда большинство или там 30 процентов, 25 процентов населения будет составлять эти самые мигранты, то тогда отольются кошки, мышки на слезки. Тогда, да еще в условиях более открытого, более демократического общества, эти люди начнут активно качать права, которых они были лишены в течение всего этого времени. Может такая проблема возникнуть? Ну, по-моему, вполне. Не вижу тут ничего невозможного. Опять же, мы сейчас эту проблему исключаем, но она может подпереть. Вот. Ну, и остальные проблемы, список которых известен, это крайне бюрократизированное общество. Опять же, абсолютно ничего оригинального. Ну, абсолютно. А в Европе не забюрократизированное общество. А в Европе, сейчас я закончу, а в Европе важные вопросы решает не бюрократия, а кто их решает? Кто их решает? Народ, извините за выражение. Причем, бюрократия, она же разная бывает. Например, научная бюрократия, это не бюрократия, самое что ни на есть, упертая, самодовольная, агрессивная бюрократия. А экспертная бюрократия, это главная сила сейчас. Смотрите, ситуация с ковидом. Кто решает? Путины, Шмутины, Байдены, Макроны? Близко нет. Они просто шуты гороховые. Просто гороховые шуты, которые выполняют решения анонимной, но всесильной экспертной бюрократии. Естественно, читатели сказали, как это бюрократия? Какая бюрократия? Это ученые, это ученые мужи, это эксперты, это знающие люди, это светлые умы. Как вы можете их сравнивать с дубоватыми чиновниками? Могу сравнивать. Потому что это тоже чиновники, только чиновники ВОЗ. Или, страшно сказать, университетские чиновники. Чиновники. Не Пастеры, не Эйнштейны, не Ньютоны, которые сидят и ждут, когда им яблоко на голову свалится. Это чиновники, университетские чиновники. Да, они прошли научную школу. Да, это другие чиновники, совершенно верно, другие. Но они от этого не перестают быть дисциплинированными, то есть следующими своим корпоративным нормативом, дисциплинированными, аккуратными, далеко не всегда честными чиновниками. А почтение, которое мы к ним испытываем, и яростное противопоставление, да как вы можете сравнивать профессора, академика, лауреата, там всяких премий и какого-то ворующего губернатора. Почтение, которое мы к ним испытываем, это мундир новых чиновников. Опять меня могут спросить, ну альтернатива какая? Вообще без чиновников жить? Я не знаю, понятия не имею. Я просто констатирую, что вольные стрелки от науки все эти кюри, которые вот так случайно забывали кусок радиа, не кюри, бекерель, случайно забывали кусок радиа, открывали радиоактивность, все эти клерки патентного бюро, которые от нефиг делать, открывали теорию относительности и прочие значит Архимеды, которые в ваннах там открывали законы Архимеда, это публика сейчас фрики, маргиналы от науки. В науке, ну если не говорить там про очень теоретические развитые науки, где я судить не берусь, математика, теоретические, физика, не знаю. А в науках прикладных там конечно работает огромная, гигантская, очень дисциплинированная научная бюрократия. Поэтому сводить бюрократию только к рассказам про очередного Сечина, это уж очень провинциальный подход. Понимаете, все это время, когда вы описывали проблемы, которые предстоят России, меня не покидало ощущение, что это Польша, это Испания. Ну все-таки отставы по европейским меркам, но страны, Россия тоже в общем европейская страна, просто она в плане высокотехнологичного экспорта рядом не валялась например с Польшей. Но все-таки это проблема Польши. Проблемы, которые остаются в России, как мне кажется, вот первое, самое грубое, самое примитивное, уж извините, что так начинаю с нижних этажей, но это ЖКХ. Вот то, что происходит в России в сфере ЖКХ, ну она просто попросту разваливается. Вот когда я еду просто по трассе, по одной из федеральных трасс и встречаю 26 аварий, а там люди погибают, это безумная вообще просто смертность, но вот это работа служб ЖКХ. Они все не могут привыкнуть, что последние несколько тысяч лет в этих широтах в декабре по-любому будет снег. Вот для них это открытие, для них это новость. И да, может я их несправедливо виню, но например работать в эту сферу, вот у нас эта сфера загружена там на 30%, то есть 70% людей не хватает просто в ней. Что это? Это называется вот та самая ловушка среднего дохода. То есть это вот такая проблема, она вполне банальная, и иммигрантами она в России никак не замещается. Все противники иммигрантов, сторонники иммигрантов, приезда иммигрантов, это все по-моему какое-то фуфло, потому что даже если будет великое счастье, что к нам повалят иммигранты, в чем я очень сильно сомневаюсь, то это все равно не сможет заместить ну там 70% отсутствующих кадров в системе ЖКХ. И вот в таких маленьких деталях, то есть ЖКХ, медицина, инфраструктура и так далее, вот тут Россия она никуда податься не может, потому что у нее есть еще и одно уникальное свойство. Это уникальное свойство заключается потенциал инфраструктуры. Россия огромная страна, и она очень сильно могла бы выступить вот в роли такой связующей нити Востока и Запада. То есть единственное по сути, что в России было бы прекрасно, если бы у нас за один день выросло там миллион километров, ну несколько миллионов километров дорог. Но это, ну на это нет ресурсов, на это нету ни воли, ни желания. То есть как мне кажется, главные вот две проблемы это просто жизнь в городах, которые на самом деле в России становятся очень душные, потому что Россия вся смыкается к десяти городам. И неразвитость инфраструктуры, вот это те катастрофичные проблемы, и я тут не ради красного словца, это действительно коллапс, во многих местах это просто тихий ужас, как бы. Вот эти проблемы, их как-то придется решать. А те проблемы, о которых говорите вы, они безусловно имеют место, но они еще сверху рухнут, вот в рамках общей европейской отсталости. Вот я бы с двух вот этих базовых точек начал. ЖКХ, инфраструктура, здравоохранение, вот такие самые базовые, потому что Владимир Владимирович 20 лет убежденно плюет на эти вещи, он не хочет этим заниматься, ему тоскливо, он поработал премьер-министром, все, хватит с него. Нет, тут спору нет, при всем желании не поспоришь, но просто эти проблемы их, естественно, тоже придется решать, это проблемы, ну, если говорить о современном ЖКХ, дорогах и так далее, это же не только российские, вы знаете, что американские президенты Трамп и Байден, первое, что они говорят, что у нас в Америке невероятно изношенная транспортная система, и нам необходимы именно системные перемены в транспортном обеспечении, они вот какие-то триллионы там вкладывают, так что это, ну, в Европе, наверное, это получше, потому что страны все-таки меньше, соответственно, более ухоженные, так сказать, но эти проблемы есть, они никуда не делись, но, понимаете, вот, значит, решать-то их все равно надо в комплексе, но вот, допустим, беспризорник в 20-е годы попал, значит, в школу, там, ну, республика головки, у него есть проблема что у него вши, вот это первая проблема, что у него вши, но у него есть и другая проблема, что у него, допустим, туберкулез, и их невозможно решать, четко разделить по временю, ну, с овшами, допустим, разобраться можно довольно быстро, но кроме вшей у него там дистрофия, ее так быстро не вылечишь, а тут тебе туберкулез, Кроме этого он неграмотный, его надо учить грамоте. То есть разделить четко по времени сначала дистрофия, потом образование, а потом будем лечить туберкулез. Это не получится, он копыта отбросит по дороге. Поэтому все эти проблемы разного уровня, проблемы инфраструктуры, ЖКХ и так далее, это проблемы конца 20 века. Потому что по нормам 20 века российским у нас великолепнейшие дороги. Такие, о которых мечтать не могли в 50-е годы. Ну так же, как там говорят, что в России плохие автомобили. Но в 80-е годы, в 80-е, в 90-е мечтать о таких автомобилях массово не могли. А сейчас, пожалуйста. В России бюджетные автомобили очень неплохие. Они очень неплохие, потому что тут старались наши настоящие патриоты, Альянс, Рено, Ниссан, которые, собственно, на автовазе и внедряют все эти разработки. В России безумная, безумная на самом деле смертность. Вот топ-1 смертности на дорогах, это прям жуть с ружьем. Поэтому в этом смысле дороги, если взять ту автомобилизацию, которая была в конце 20 века, то это да, это может быть эти дороги приличные. Но просто автомобилизация в России растет темпами как бы американскими, а инфраструктура темпами средневековыми. Да, это правда. И поэтому вот те проблемы, которые вы перечислили, да, я согласен. Их можно и нужно решать без Путина. Пока имеет место оцепенение и омертвление бюрократической ткани, этот некроз бюрократической ткани, решать вообще ничего нельзя. Когда в бюрократической ткани начнется какой-то ток крови, то, конечно, вот эти проблемы решаться будут. Но проблема в том, что они решаются, их решение требует времени, требует ресурса. И пока вы решаете эти проблемы хорошо, не 19 века. Вот геопсихиатрия, не геополитика, а геопсихиатрия, которой сейчас занимается Россия. Это проблемы 18-19 века, это просто болезнь. Очевидные глюки, очевидные фобии, психозы и так далее. Это из области психиатрии. Значит, те проблемы, о которых говорите вы, это проблемы конца 20 века. Но ввиду крайнего ускорения времени, если вы в 30-е годы 21 века все силы бросите на решение вот этих важнейших, действительно важнейших проблем, то вы еще потеряете некое количество времени. Соответственно, проблемы 21, отставание от 21 века. Но я вам скажу, что все эти проблемы, о которых я говорю, отставание от 21 века, они в каком-то смысле так же, как и проблемы не только для страны. А для людей по всему шарику, по всему шарику, они в значительной степени психологические. Они решаются одной простой формулой. Приведите свою самооценку в соответствие со своими возможностями. Вот если бы я постоянно сравнивал себя, ну не знаю, там с Ларри Кингом покойным, или там с покойным Джеймсом Рестоном, был такой знаменитый американский журналист, или там ближе к нашим реалиям, ну не знаю, с Писаревым там, или с Дорошевичем, в конце концов. Я бы давно умер от зависти, от бессилия, от раздражения, от отчаяния и так далее. Всяк сверчок, знай свой шесток. Это, конечно, ограничивает ресурс действия и изменения, это правда. Но это приводит к какой-то соответствии с реальностью. Если российская элита и население осознает реальность, да, мы не сверхдержава, да, мы не передовая держава, да, мы не та иголка, за которой тянется нитка, одновременно мы не самые худшие, самые ужасные, самые отстойные, самые позорные, самые, это самоуничижение, это просто оборотная сторона неадекватно высокой самооценки и невозможность ее реализовать. Вот если бы я постоянно сравнивал себя с Ларри Кингом, то все мои передачи сводились бы к тому, что я начинал бы с того, я ничтожество, я идиот, я бездарь, я ни на что не способен. Правильно, если ты задал себе планку самого знаменитого журналиста в мире, и ты достичь ее не можешь, а ты это знаешь, то тебе остается только объявлять Америке ультиматум, что или вы немедленно запретите по закону выступать Ларри Кингу, или, а второго или нет, просто немедленно запретите по закону выступать Ларри Кингу и уничтожите весь архив номеров Нью-Йорк Таймс. Потому что нынешняя Нью-Йорк Таймс не ущемляет достоинства России. Она по уровню повыше российских газет, но отнюдь не качественная, как говорят специалисты. Я не специалист по Нью-Йорк Таймсу. А вот Нью-Йорк Таймс 70-х, 60-х, 80-х, она из другого пространства, чем российские СМИ. Так вот, если наша страна и население нашей страны, и элиты нашей страны, которые задают все это, осознают, что мы страна среднего уровня во всем, ну кроме территории, которая едва ли такой уж важнейший ресурс в том самом метапространстве. Средняя страна во всем. То это снимет огромную часть проблем, которые есть у России. Но одновременно это и закроет любой шанс к качественному изменению страны. Потому что если вы признали свое историческое поражение по своим масштабам, по своим амбициям, признали, что не скифы мы, мы не можем диктовать Европе, или там не Европе, а черт знает кому, да? Вот. То, соответственно, у вас стимул к движению исчезает. Тоже такая непростая история. Кстати, мы все время говорим о Европе, о Европе, я думаю, это неправильно. Сама Европа сто лет развлекается пророчествами своей гибели, и уже написала сценарий своих похорон, и несколько раз проиграла этот сценарий, и все никак не помрет. Но все-таки я думаю, что передовые кусочки земного шара, кусочки земного шара, они в 21 веке будут разбросаны совсем не так. Собственно, уже сейчас это происходит. Когда какой-нибудь Сингапур технологически далеко обскакал в Европу, а, допустим, с точки зрения образования, японские университеты несопоставимы с университетами восточной Европы и так далее. То есть это такая сетевая, по-видимому, будет. Я так думаю, что в середине и в конце 21 века будет не национальное, вообще значение национального государства, скорее всего, сильно изменится, а сетевая цивилизация. И в этой сетевой цивилизации, конечно, будут точки. Естественно, будут точки и российские. Не города там, а какие-то, ну, я не знаю, там, физтех, допустим, условно. Вот. Но это будет мало точек. А страна в целом, как, во-первых, само понятие, страна в целом, держава в целом и так далее, как само понятие, по-видимому, имеет шанс значительно обессмыслиться, так и все-таки это же нечто реальное, страна, язык, традиции, нравы и так далее. Вот страна в целом, по-видимому, осознает, хоть это и мучительно, свое некатастрофическое и невеликое положение, и психологически займет свое место большой, но далеко не решающей и не передовой страны. Вот. На самом деле, знаете, отчасти, может быть, этот поворот, он как-то совершается. В каком смысле поворот? Что одна единственная, вот, главная задача, и Путин об этом много говорит, это сбережение человека. То есть, это вот, ну, это действительно штука посильнее Фауста Гетта, штука посильнее любой революции. То есть, сбережение своих сограждан. Другое дело, что совершенно бредово и глупо это формулируется на уровне внутренней политики. Это формулируется на уровне внутренней политики. Давайте увеличим воловые показатели производства мяса. Вот они все это так формулируют. То есть, рожайте, 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 рожайте. Но это довольно-таки, в лучшем случае, половинчатое решение. Потому что, начиная с родов, то есть, текущие, вот, существующие, живущие ныне граждане, они лучше должны питаться, лучше... В этом вопрос роли государства. Понимаете? Что роль государства не в том, чтобы там баба Дуня родила как можно больше детей, а то, чтобы баба Дуня жила, а родить она и сама может. Без Путина, без Сечина, без Кудрина. У нее это легко получится, будьте надежны. Важно, чтобы у нее была живоплощадь для этого, питание и так далее. То есть, это очень такие базовые и примитивные вещи. Ну, понимаете, если речь идет о демографическом сбережении, то можно не волноваться. Россия следовала и следует, и будет следовать мировым трендам. Но с опережением. Это падение по мере роста образования, роста, значит, доходов и так далее. Это падение рождаемости. И никакие подачки, и никакие заклинания, тем более, тут ровно счетом ничего не изменит. Отношение к рождению детей сейчас такое, о котором, естественно, в самом безумном сне не могли мечтать люди до 60-х годов. Про 30-е годы я вообще не говорю. Три года сидят, значит, получают деньги, значит, деньги на ребенка. Над каждым ребенком, значит, трясутся там 10 казенных нянек, в смысле Минздрав, врачи там и то, и сё, и пятое, и десятое. Но это просто, если бы это рассказали людям в России, в Советском Союзе, в 50-е годы, просто никто бы не поверил. Но это во всем мире так, абсолютно ничего оригинального тут в России нет. При этом рождаемость уменьшается и уменьшается, тоже ничего оригинального тут нет. Это абсолютно необъяснимые нам законы, предустановленные Господом Гармонии. Почему это так? Не почему, по кочану. При этом рождаемость, как известно, в этих диких условиях, вы можете себе представить, что такое была рождаемость в 30-е годы в маленьких городах? Где через 3 месяца она должна была выходить на работу? Где, значит, детей отдавали в ясли и в детские сады, где они мерли просто в несметных количествах? Ну и так далее, и так далее. А жили-то, полстраны жила в домах действительно не в русофобской пропаганде ныне, а в совершенно реально, без горячей воды и канализации, а половина в бараках. И при этом рождаемость была такая, что никакие демографические катастрофы того времени, голод, страшные человеческие потери во время коллективизации, война, наконец, никакие эти потери сбить с копыт, то есть реально радикально изменить демографический баланс не могли. Была молодая, здоровенная страна. Но мы об этом много раз говорили, я говорил на примере людей, которых я знаю, люди выдерживали. Уже не в смысле рождения детей. А вообще выдерживали такое, при одной мысли о чем, я цепенею и понимаю, что я месяц так не проживал. А люди так годами жили, десятками лет, и ничего. Поэтому с точки зрения демографии, вся эта болтология про подачки населения, она смешна. И вообще, ведите свою демографическую политику, не ведите свою демографическую политику. Есть предустановленные богом, обществом, не знаю кем, демографические тренды, против которых вы так же бессильны, как вы бессильны против рэпа, против мобильных телефонов, против, значит, политкорректности, между прочим, которая не сверху идет в России, а идет она изнутри. Вот если в советское время, когда, значит, распинались про интернационализм, помимо густапсового государственного антисемитизма, была еще настоящая неграфобия, и женщина, которая ходила с негром в России, в Москве, была чуть в лучшем положении, чем женщина, которая ходит с негром в Алабаме, а черный ребенок в детском саду подвергался чуть меньшему астракизму, чем в Алабаме, то сейчас вообще никого не волнует. Ну с негром так с негром, ну мулат так мулат, ну и что? С темнокожим все-таки мы помним. Темнокожим, отлично. Вот знаменитая сцена из фильма «Цирк», когда, значит, у бездетной Орловой от неведомого темнокожего рождается ребенок. Вот от Александрова ее мужа, у нее детей не было, а от неведомого темнокожего у нее был ребенок. И, значит, американский продюсер, который сделан под Гитлера, там усики и так далее, кричит, у нее ребенок, тогда, извините, говорили негр. Вы уж меня простите, но я цитирую фильм. У нее ребенок негр. И думает, что все упадут в обморок. А все говорят, ну и что? И передают его там с рук на руки. Вот какой у нас интернационализм, пролетарий всех стран соединяет. Так вот, это было вранье от начала до конца. Стопроцентное густое вранье. Темнокожий ребенок в Советской России был паре. Ну, это было просто невозможно. Ну, я говорю, не как в Алабаме, наверное, но близко к тому. А сейчас, да ради Бога, ну кому какое собачье дело? Да будь ты любого цвета кожи. И для этого рассуждения Путина, Кирилла и Петра Толстого не нужны. Само собой делается. Бессильны против духа времени, в чем бы он ни проявлялся, абсолютно бессильны все правители. Все. Путин тут не исключил. Вот. А что касается адекватной самооценки, то это штука тонкая. Вот я чем хотел бы закончить. Адекватная самооценка, штука тонкая. Эллочка Щукина. У нее была адекватная самооценка, что она себя постоянно сравнивала с Вандербильдихой. Да вроде не особен. Вместо покупки мужу борща, ну, овощей на борщ, она купила стул из дворца. Адекватно? Да вроде нет. Да, неадекватно. Но если она купила стул из дворца, а муж от нее при этом не ушел бы, то у него был стимул вкалывать вдвое больше на эти самые стулья из дворца. А если бы она сделала ему борщ, что абсолютно адекватно, то он бы нажрался борща и лег спать и храпеть. Так что адекватнее с точки зрения развития? Стратегически. Что адекватнее? Вообразить себя Вандербильдихой и заставлять мужа из кожи вон лезть и за уши себя тащить неведомо куда? Или сказать, какая, блин, Вандербильдиха? Щукина и Щукина. Живем в своей коммуналке и живем. Нажрались, а у нас режим. Нажрались и лежим. Так что адекватнее? Как Мюнхгаузен за уши себя тащить к неведомой Вандербильдихе? Или опуститься на пятую точку и преспокойно читать дешевые, значит, там, издания, где описана сладкая жизнь старухи Вандербильдихе? Ответа на этот вопрос просто не существует. Для одних задач адекватно одно, для других задач адекватно другое. Советская Россия 20-х годов вообразила себя не то что Вандербильдихой, а новым Иерусалимом. Новым Иерусалимом. Появился у нас мессия, о котором мы постоянно рассказываем в своих передачах. И этот мессия по раскаленному песку, по битому стеклу, по камням, по гвоздям вёл неведомо куда. Адекватно? Да вроде не очень. Вроде не очень. А альтернатива? Тоже непонятно. В общем, короче говоря, что такое адекватность? В случае отдельного человека и в случае страны, тем более, штука непонятна. Вот я про отдельного человека, я понимаю. Адекватно – это когда ты знаешь, уже имеешь удовольствие знать себя и соответствуешь себе. Если для тебя адекватно лезть из кожи вон, лезь. Если для тебя адекватно смиряться и не валять дурака, смиряйся и не валяй. А вот для страны дел тёмно. Но Путин-то точно нам даёт возможность жрать. А на ночь рассказывает сказки косноязычные, глуповатые, визгливые, в исполнении уродов. Ну, для того, чтобы дрыхнуть, кое-как годятся. Хорошо. Перейдём к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Ираклий Гуча. О, мой добрый, привет. Это наш постоянный. Да, большой привет Ираклию. Добрый день. Если ты ещё не записал ответы, я бы хотел предложить такой вопрос. Для Леонида Александровича. Как бы Леонид Александрович определил нынешних российских чиновников от мелкой сошки до чиновников высшего ранга? Что изменилось в их психологии и положении с советских времён? То есть, чем отличаются Акаки Акакевич советские от Акаки Акакевича российского? Ну, это сказать достаточно трудно. В главном, я думаю, они не изменились. Они безответственные халуи. Как были, так и остались. То есть, внутри системы я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Это единственный закон бюрократической системы. Главное, чтобы не перепрыгивать через ступеньку. Начальник это тот, кто на одну ступеньку выше. Не на две, а на одну. Будешь замахиваться на две, башку снесут. Вот. А люди это просто раздражающие, то есть, неизбежные, но раздражающие элементы. В этом смысле, по-моему, не изменились, как сама бюрократия не меняется. Опять же, насколько это универсальный бюрократический принцип, то есть, не только к России относящийся, а ко всем странам, я судить не берусь, я знаю, что многие искренно, вот те, кто живут в Европе, искренне возмутятся, скажут, нет, европейские чиновники совсем другие, они гораздо более, более что? Более вежливые, допустим, вполне возможно. А более человечные, это вряд ли. Вот это вряд ли. Более вежливые, наверное. А вот, более точные, не факт, судя по тому, что мне пишут из Германии, где поезда опаздывают постоянно, что-то там как-то с точностью не особо. Ну ладно. Особенно со времен плана Шлиффена, да? Да, как тот, он переоценил германские железные дороги, с тех пор они так и мучаются. Вот, значит, ну давайте о российских, все-таки вопрос о России. Значит, в этом смысле, в главном, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, а все, кто вокруг, они вообще никто, песок, мусор, это не изменило. По сравнению с советскими чиновниками, ну они естественно, естественно, несопоставимы, просто это странно даже сравнивать богаче. если уровень жизни среднего российского человека, ну в измеримых ценах, там за последние 30 лет, ну не 30, ладно, бог с ними, с 90-ми, за последние 20 лет вырос, говорят, где-то процентов на 40, то уровень жизни мелких чиновников, я думаю, вырос там на 140 процентов, а уровень жизни высших чиновников, просто его невозможно измерить. Это настоящие набобы, настоящие олигархи. Так как они живут, очень бледное представление дают светские хроники Навального. Очень бледное представление. С одной стороны, как они живут, с другой стороны, я имел счастье общаться, степень их не просто презрения, а их отвращения к подведомственному населению. Это их враги. Население это их враги. Своих врагов они ненавидят. Ненавидят тем больше, что обязаны к этим врагам подлизываться. Не к отдельному, разумеется, человеку, но к совокупности. Они их ненавидят. Это классовая ненависть. Корпоративно классовая ненависть к быдлу. И если отнять у них это удовольствие, то там очень мало что останется. Содержания кроме этого очень мало. В советское время, ну, может быть, в самой элитной МИДовско, значит, какой-то супер-ГБшной номенклатуре, в общем, в той номенклатуре, которая была четко ориентирована на Запад. Ну, в смысле, не жить в этой стране. Может быть, там так и было. Но, в общем, конечно, такого отвращения к этим нищебродам, к этим вечно жадным, жалким нищебродам, такого отвращения, я думаю, не было. Тоже симпатии не было, но все-таки не до такой стихи. Вот это изменилось. Кардинально изменилось отношение к Западу. Советский чиновник, как вообще советский человек, испытывал комплекс личной неполноценности по отношению к Западу и государственного величия по отношению к Западу уже. Российский чиновник никакого комплекса неполноценности по отношению к Западу абсолютно не испытывает. На Западе он бывал, бывает постоянно, ни во что его не ставят, ничем они не лучше нас, такие же точно. Вот у богатых, у крупных чиновников там барахло есть, там знакомые, там друзья, то есть они люди так сказать интернациональные, при этом у них есть один комплекс, которого не было у советского чиновника и быть не могло естественно, а у них он есть. Это желание полноправно вписаться в мировую элиту. Вот это главный комплекс, который бодрит, ну наряду с отвращением к своему подведомственному быту. Этот комплекс бодрит. Но шансов на него не так много, хотя вот значит, если сын в общем второстепенного российского бизнесмена, крупного, там мультимиллионера и так далее, и так далее, но все-таки не Абрамовича, все-таки не Потанина, некоего Лебедева, не просто вписался в английскую элиту, а получил, извините за выражение, титул Лорда. Ну, вот, поэтому не такая уж это нереализуемая мечта, но, конечно, хочется намного больше. Вот, протыриться на пати, то есть, на закрытые какие-то вечеринки господ в пробковых шлемах хочется сильно. Это один из немногих стимулов, которые у них есть. Ну, вот, собственно говоря, я бы так определил. У советских чиновников, естественно, этого не было, как они могли протыриться в ряды западных буржуинских элит? Никак? Я бы только, наверное, бы, я не знаю советских чиновников, потому что не имел счастья с ними общаться в больших количествах, да и когда они исполняли свои обязанности. Но, как мне кажется, есть, может быть, это моя маленькая иллюзия, что в советском союзе целый ряд чиновников он был ориентирован, так скажем, на достижение какого-то результата. Они более находились в черном теле. А нынешние чиновники, они чудовищно идут из отрицательного отбора. То есть, там, это, конечно, тоже был попеременно положительный отрицательный отбор. все-таки, если мы считаем, что большая часть касты советских, особенно высших чиновников, сформировалась там в сороковые годы и сидела до смерти вплоть до восьмидесятых годов, то есть, по сорок лет сидели, они все-таки вышли из черного тела, из черной кости. Сейчас появилась и аристократия чиновничья, сейчас появилась и вот эта отрицательная селекция чиновников о том, что чем меньше вот я знаю, тем лучше из меня хауи получается. Вы знаете, тут дело в чем, это важная деталь, которую я упустил, ведь советский чиновник в условиях государственной экономики, это большая часть были те, кто сейчас являются бизнесменами, и если ты чиновник, директор завода, и даже директор колхоза, что, конечно, хуже, но тем не менее, то ты отчасти бизнесмен, то есть, ты должен давать не только бумажки, но и реальный результат. Правильно? Современный чиновник это наследник не директоров, не красных директоров. Наследник красных директоров это вот белый Потанин и белый значит даже черт с ним Греф, даже черт с ним Сечин. Вот они наследники, только масштаб Сечина и Миллера такой, что ему уже ничего делать не надо, само делается, это правда. Но селекция четко прошла, люди, которые занимались чем-то реальным, имеющим отношение к земле, они ушли в бизнес. В частный бизнес или даже в государственный бизнес, но даже государственный бизнесмен нечто должен выдавать реальное. А настоящий российский чиновник это наследник чистых паразитов, чистых, дистиллированных стопроцентных паразитов. Партийного аппарата, отделов кадров, агитпроб, орготделы и так далее, и так далее. Это чистый, дистиллированный, идеальный паразит. И у него соответствующее отношение ко всему на свете. Только это паразит, разбухший от невероятнейших фантастических денег, из которых отнюдь не все уворовано. Это безумные зарплаты, безумные доплаты. Доплаты, ну вот я знал одного парня, он совсем молодого, там, 23 года. В нашей управе работал. Получал доплаты за знание английского языка, из которого кроме слова fuck you, я извиняюсь, других познаний у него не было. Ну еще окей, там, лондон из-за капитал, босс и так далее. Значит, доплата за знание английского языка. Доплата за секретность. Что секретного в нашей управе? Моя доплата ответила. Доплата за секретность. И еще 25 доплат за стаж. Ёлки, тебя же вчера взяли на работу, какая же доплата за стаж? Какая надо? Плюс абсолютно безумные и формально законные, а фактически издевательские привилегии, которые он получил. Вплоть до того, что ему его обожаемое управо справило квартиру? Что в Москве стоит 100 тысяч долларов, это минимум минимум, тем более в нашем районе. На самом деле гораздо больше справили. Нет, она казенная. Как? Ты же москвич, как у тебя может быть казенная квартира? На каком основании? Нашли основание. Она казенная, но все знают, что казенные квартиры легким движением руки, брюки превращаются в шорты. У меня это просто в моей бедной голове не укладывается. Ну как? Москвич может получить казенную квартиру? Это невозможно. Это противоречит всему. Я не говорю о здравом смысле. Всем законам, всем инструкциям. Это просто невозможно. Очевидно невозможно. Тем не менее. И вроде как закон. Я в детали, как вы понимаете, не вникал. Мне оно ни к чему. но тем не менее. Но это наследники чистых паразитов. Кстати, я бы сказал, что менее паразитический разряд чиновников, менее паразитический разряд, это как раз воры из московской мэрии. Потому что это чиновники бизнесмены. И они со своими бесконечными бордюрами должны хоть что-то производить. В то время как огромные отряды центральных чиновников, центральных ведомств не производят вообще ничего. Эти хоть воруют, но воруют на чем-то так сказать реальном. А те воруют просто ни на чем. На разрешениях. На том, что они разрешают, блокируют и так далее. Короче говоря, с того момента, как прошла селекция на бизнесменов и чиновников, в разряд чиновников попали, конечно, идеально паразитический класс. Понятно, это относится далеко не ко всем, есть нормальные деловые воры, деловые ребята, которые умеют что-то делать, это без вопросов. Но огромная часть это неумехи, абсолютные неумехи, которые ничего и делать не хотят. Ну, я просто могу еще привести один пример, который меня потряс, честно скажу. в моем возрасте мне было приятно, что что-то способно меня потрясти. Я был в одном ресторане и увидел одного знаменитого, одного из самых знаменитых тележурналистов, которого я хорошо знаю. Ну, я хотел пройти мимо, сделав вид, что я думаю о вечном, но он меня увидел, встал, он был хорошо под датой, подошел, обнял, на «ты», туда-сюда, растуда. Он сидел с проституткой, ну, с путанкой. Подсадил меня за столик, я, значит, поскольку не так много путанок в жизни видел, но все-таки некоторое количество видел, я с такой полагающейся в этом случае улыбкой к ней обратился, он назвал, как ее зовут, и пояснил, что она, это вот путанка, ну, лет там около 30, что она член высшего арбитражного суда Российской Федерации. Я должен вам сказать, что я где сидел, там и остался. С меня язык прилип к гортане, она меня спросила, кто я такой, я сказал, что я журналист, она сказала, на телевизоре, я говорю, нет, не на телевизоре, я в газетах пишу. А в какой газете? Я вызвал к ее профессиональным качествам, искал к российской газете. На что она второй раз ударила меня бутылкой шампанского по голове, сказав, есть такая. Российская газета, это то издание, в котором печатаются все официальные акты Российской Федерации, более того, официальный акт Российской Федерации становится официальным после публикации в Российской газете. Вот это было мое маленькое симпатичное потрясение за последний год. Я так и не рискнул его спросить, ну, собственно говоря, спрашивать было не о чем, он мне все сказал. Да, путанка, да, член вот этого самого суда, не подозревающий о существовании той самой газеты, в которой печатаются все официальные решения. Вот это вот мой личный, мой маленький личный опыт общения с высшими. А, был еще один, кстати, ну, ладно, я так ударил свой анекдот, но расскажу последний. Значит, тоже я был тоже в ресторане, и тоже там был мой знакомый, там не важно кто, а важно, что с ним сидел человек, значит, который очень нежно поглаживал руку дамы, который с ним сидел, дама была его супруга, как он сказал. Значит, что она супруга, это вполне понятно, потому что он супруг, у нас был замминистра внутренних дел Российской Федерации, вот таких людей, как вы знаете, жен не бывает, а бывают только супруги. Ну, хорошо, супруг и супруга. Супруг и супруга. Вот, этот, значит, супруг меня, естественно, узнал, посетовал, что я хожу на Эхо Москвы, я сказал, ну, так жизнь сложилась, хожу. Он мне объяснил, что он сам либеральных взглядов очень был, до тех пор, пока не узнал, что они действительно реально агенты носницы РУ, то за границей, а он это знает точно, как замминистра внутренних дел, ему, как говорится, виднее. Вот, но это не главное, сказал он, поглаживая руку своей супруги. Главное, что они же варьё, тупое варьё. В этот момент я не мог не обратить внимание на перстень, на пальчики супруги. Я не ювелир, но если это не было бутылочное стекло, то в магазинах такой перстенёк, стоил, я думаю, нескольких годовых зарплат со всеми бонусами, накрутками и так далее, и так далее, господина товарища, были товарищи, товарища замминистра внутренних дел Российской Федерации за несколько лет. Вот на этих словах о тупом варье, поглаживая, значит, лапку супруги. Это меня абсолютно не потрясло. Размеры действительно, размеры честности меня немножко напрягли, потому что я таких размеров только в кино видел. Но, в принципе, никакого потрясения я не испытал ни от супруги, ни от западных агентов, ни от тупого варья, ни от того, что он, кстати, произнёс, что он за Путина жизнь отдаст. Хотя тостов в этот момент никто не произносил, и его драгоценную жизнь никто не спрашивал. Собственно говоря, призыв отдать жизнь за Путина. Он повис в воздухе, поскольку ни я, ни мой знакомый этот призыв не поддержали. Выглядело это немного странно. Но, тем не менее, по-видимому, он считал, что к столу очень подходит. Вот. Это меня всё не потрясло. Не потрясло. А вот встреча с судьёй какого-то там высшего суда, судьёй непосредственно конкретно с Казанского вокзала. Вот по её виду она судит конкретно на Казанском вокзале. Причём я бы даже не сказал, что в высшей категории. Вот. Это вот для меня было некоторое потрясение. В советское время представить такую члену во всех смыслах этого слова какого-либо высшего суда я бы не мог. А может быть тому замминистру это как это опера «Жизнь за царя» Глинка навеял как бы как в анекдоте. Вроде в музыке не звучало в этот момент. Нет, но увидев меня как представителя враждебных иностранных СМИ иностранного агента и человека точнее я бы сказал так человека глубоко заблуждающегося но не безнадёжного. Не безнадёжного Афилактировать вас надо. Да, меня ещё можно было отрихтовать. Он попытался по-видимому объяснить мне реальную шкалу ценностей в этом мире. И что он готов отдать жизнь за Путина в любую секунду. Поскольку в этот момент лапку супруги он не поглаживал то для меня осталось непонятным а вот этот значит осколок бутылочного стекла он тоже готов отдать за Путина в любую секунду. Или он готов ещё один осколок от Путина в любую секунду получить. Вот что для него так сказать на этой шкале ценностей. Но я как вы понимаете эту тему не развел. Хорошо. Перейдём к следующему вопросу. Вопрос от пользователя НК. Здравствуйте. У меня вопрос. Когда Леонид Александрович и Выборгин усомнились в искренних намерениях Путина относительно России. Ну это можно наверное сформулировать как вот это знаете на графике всегда есть такая штука как точка перегиба. Это вот одно из свойств производной. Вот точка перегиба для вас когда была? 1 января 2000 года естественно. Когда же ещё? Нет это функция равна нулю в этой точке а вот точка перегиба. А тогда её просто не было. Поскольку никаких мыслей относительно искренности намерений Путина. То есть он был вполне искренен. Он как говорится свои намерения особенно не скрывал. В этом смысле они были вполне искренни. И они по-моему идеально описывались очень любимой мной сценой опять-таки из фильма Республика Шки когда значит беспризорник мамочка приходит к Юрскому и Юрский говорит мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Нажраться от пуза. Но это говорит понятно. А ещё что? Рубаху скостромить из вашей скатёрки. Класс? Класс. А ещё? Удрать от все двух ядрине фене. Вот какой у меня мечта. Вот последний пункт по-моему в список мечтаний Путина не входил. Нажраться от пуза вопросов не вызывало и последние там 15 лет он костромит рубаху из скатёрки. К огромному удовольствию самой скатёрки. Костромит и костромит. У меня не было никаких абсолютно ни сомнений и ни восторгов ни разочарований. Вот ни одного разочарования в отношении Владимира Владимировича у меня за 22 года не было. Ни одного. Поскольку не было никаких исходных восторгов, не было и никаких разочарований. Несколько раз мне нравилось то, что он делал. Мне понравилось когда он ввел плоскую шкалу налогов. В то время, я не помню какой это был год, 2002 или 2003, у меня были вполне приличные доходы и плоская шкала мне была удобна. Впоследствии это уже потеряло для меня актуальный смысл, но тем не менее это я считал правильно. Многие его решения я считал правильными, в том числе те, которые вызывали священный гнев и священный трепет у моих знакомых. Ну, например, решение по ЮКОСу. Оно, конечно, было беззаконное, оно, конечно, нарушало массу того-сего пятого-десятого, но, в принципе, значит, окоротить чересчур оборзевшего бизнесмена, может быть, такими методами, может быть, другими методами, это мне казалось достаточно разумно. Когда у него пошла череда нарастающих геополитических глюков, ну, меня это не особо вдохновило, но и никак не удивило, и никак не изменило моего к нему отношения. так что никаких, так сказать, никаких изменений в моем отношении к Путину, так же, как полагаю, и в его отношении ко мне, ну, не ко мне, разумеется, лично, но к таким, как я, особо не было. За последнее время он обозлился очень сильно на край либерально-журналистской тусовки, это правда. неадекватно сильно обозлился. Но так как я к этому краю не принадлежу, а принадлежу скорее или вообще вне, вне поля, или к какой-то такой середке, то отношение к таким, как я, я себя чувствовал маргиналом, таковым и ощущаю сейчас, так что мне лично в этом смысле ничего не изменилось. А вот, знаете, если уж мне вопрос задан, я на него отвечу кратко. я не помню, помню 2012, 2012 год, вот эти слезы после переизбрания, вот эти рыдания. Умремте ж под Москвой. Да, умремте ж под Москвой. Вот, тогда у меня и не только у меня, я просто это по телевизору видел, тогда еще телевизор, ну, конечно, уже смотреть было не очень, но я просто его видел, потому что родители смотрели. я смотрю и думаю, что-то сгнило в датском королевстве, как бы, вот, что-то, что-то не то, это точно, вот, ну, просто это эмоционально было такое ощущение, ну, казалось бы, ну, рыдает один дед, по случаю своего тупого, совершенно, лобового переизбрания, которое он сделал путем выворачивания конституции, как бы, окей, рокировочка обратно, ну, вот, ну, шахматисты не рыдают после рокировки, хотя обратной рокировки не бывает, ну, допустим, шахматисты не рыдают после каждой рокировки, у меня возникло впечатление, что этот человек эмоциональный и не очень рациональный, и в этом смысле моя картина мира относительно, вот, Владимира Владимировича очень поменялась, потому что до этого он мне казался рациональным, все его шаги в той или иной мере были продиктованы чем-то рациональным, я напомню, многие уже забыли, там, земельный кодекс, закон об ипотечном кредитовании, плоская шкала налогов, это же все комплекс реформ был так-то, монетизация льгот, самая противоречивая реформа, потом дело Юкоса, ну, дело Юкоса жестокое, я не думаю, что от того, что он посадил человека на 10 лет, он как-то утвердил вертикаль, ослабил вертикаль, он совершенно мог легко закрыть глаза на то, что там Ходорковский ему перечит и КПРФ спонсирует, и это было несложно сделать, потому что понятно было, что Ходорковский фрондирует, что он системно фрондирует, если бы он людей на улицу выводил, а Ходорковский не выводил людей на улицу, то это был бы другой разговор, но Ходорковский фрондировал, и этот шаг посадка Ходорковского Это был не очень адекватный, но, в общем, наверное, рациональный шаг. И все остальное было тоже рационально. А вот это умремтишь под Москвой, это вот настоящий человек проявился, как мне казалось. И рациональный, и довольно-таки вздорный. Ну, насчет Ходера я с вами не согласен. Наверное, 10 лет это действительно перебор, учитывая нравы того времени. Но дело было не в том, что он там фрондирует, то есть не только в этом. И не только в желании ограбить компанию и присвоить ее. Это, естественно, и первое, и второе имело место. Но главное было, что он добился совсем другой собираемости налогов. После этого собираемость налогов с нефтяников, как я понимаю, сильно выросла. Миф. Итак, это собираемость налогов. Во-первых, он добился, вот если мы берем в тупую две цифры, собираемость налогов до посадки Ходорковского и после посадки Ходорковского, то это абсолютно неграмотный подход, потому что мы вспоминаем, сколько нефть стоила в 2002-2001 и сравниваем, сколько нефть стоила в 2007-2001. Нет, я не в абсолютных цифрах, а в процентах с доходов компании. Нет, я думаю, что даже в этом, понимаете, корреляция между уголовными делами и экономическим ростом, вот так вот сложилось, что вот, ну, сколько экономисты не придумывали графиков, они придумывают графики по любому поводу и даже без повода. Ну, вот такой график, как бы, сколько мы бизнесменов посадили и как мы налоги, как бы, собираем, нет. Есть и другое, это тот ущерб, который реально для деловой среды нанесло это дело ЮКОСа. Вот этот ущерб, он уже конкретный, это все-таки какой-никакой, какой-никакой оторможение притока инвестиций, потому что это пересмотр частной собственности. Ни один пересмотр частной собственности ни в одной стране еще не вел к тому, чтобы люди приобретали частную собственность в этой стране. Ну, это просто вот закон вполне логичный. И вот этот ущерб, он очень конкретный. А насчет собираемости налогов, это надо 10 раз посмотреть и поделить. Там скорее... Вот это, кстати, действительно надо бы посмотреть. Мне казалось, что страх, это один из важных стимулов, чтобы люди сдавали, ну, платили налогов больше. Что касается инвестиций, это тоже можно посмотреть, но, насколько я понимаю, в это время инвестиции в Россию просто хлистали со страшной силой, и никакой Ходорковский к делу не относился, потому что Россия была выгодна. И что важно, как я понимаю, для бизнеса, для мирового бизнеса, Россия была модная, модный бренд. И перебить это арестом даже такого влиятельного, известного человека было довольно трудно. Ну, в общем, я бы так... Долгосрочный, долгосрочный. Смотрите, понимаете, для горизонта планирования долгосрочного бизнеса в России, вот такие дела типа Ходорковского, это нокаутирующие удары. Потому что даже если у вас хотя бы раз в 10 лет пересматривают право частной собственности, просто вот беззаконно. Понимаете, если бы Ходорковского посадили бы вот конкретно за дело, там можно было найти, наверное, эти обвинения. Но его ведь посадили абсурдно. И они сличают две вещи. То есть первое, я планирую инвестировать в долгую в Россию. Это значит, что моя компания там выйдет на окупаемость через 10 лет. За эти 10 лет, как только она выйдет на окупаемость, ну придут мне и выкрутят как бы руки. Ну мало ли чего происходит за 10 лет. Поэтому инвестиции, они же тоже очень разные. Если инвестировать в долгую, то, конечно, как бы во что люди инвестируют в долгую? В трежерис, в американские ценные бумаги. Почему? Потому что их лет 300 никто не пересматривает. Это очень серьезный удар. Нет, конечно, пересмотр правил игры в середине игры не улучшает отношение к игрокам. И к самой игре, и к судье главное. К судье. Это безусловно. С другой стороны, в Россию ведь инвестировали специфическую категорию людей. Прежде всего в нефтяной бизнес. А эти люди привыкли иметь дело, как какой-то англичанин сказал, вас спросили, как вам там то-се. Он говорит, а что мы с каннибалами делаем? Они привыкли иметь дело со странами, где есть нефть. А в тех странах, где есть нефть, там, как правило, нет законов, нет никаких демократий. И если у вас выбор инвестировать в Нигерию, в Россию, в Казахстан и даже в арабские страны, то совершенно не факт, что Россия по каким бы то ни было критериям хуже, менее надежна и так далее. Ну а высокотехнологичный бизнес, а он в Россию не инвестировал, а чем тут инвестировать? Он тут сам вырастал кое-как, уж как умел, так вырастал. Поскольку тут много образованных людей, были научные школы там и так далее, и так далее. Те же самые там Воложи, ну в общем. Вот, значит, а что касается вы еще какую-то тему... А, рыданий, да, рыданий. Да, это интересно. Вот это характеризует разницу между вашим и моим подходом. И очень может быть, я вот сейчас подумал, что вы правы, а я глубоко не прав. Потому что я эти рыдания воспринял как, ну как вам сказать, перефальшивил. Слишком фальшиво. А куда ты спрятал лук? Понятно, что тебе натерли, значит. Вот, но куда ты, как быстро и ловко ты его спрятал? Рыдал он на пару с Мишей Леонтьевым, и я все думал, интересно, Мишка его что в этот момент, или там кто-то укусил за какую-то часть тела. Или вот луком опять же его проняли, и так далее. То есть для меня это была очень плохая игра, очень плохого артиста. Ну вот такая же, как когда он одним пальчиком выстукивал, с чего начинается Родина. Труп, 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 труп по клавишам. Вот. Для меня это было просто ничто. Бессмысленная, плохая игра, очень плохого, очень фальшивого артиста. А сейчас я подумал, что может быть вы были гораздо более правы и гораздо более адекватны, чем я. И там, где я видел галимый, бессмысленный цинизм отвратительного актера, вы увидели нечто другое. Да, циника, понятно, актера, но сентимент, сентимент теряющего нитку в руках циника. Старого циника, который нитку теряет и ударяется в демонстративный дешевый сентимент. Очень может быть. Я думаю, что на самом деле было и то, и другое. Это, конечно, был самонакрут, сам себе тер глаза. И одновременно это был, конечно, сентимент. Потому что без сентимента диктатор не диктатор, артист не артист, политик не политик. Не заведя самого себя чисто на технике, может сработать хороший артист. Путин плохой артист. Поэтому, конечно, тут был элемент самозавода. Я думаю, что вы были правы. Хорошо. И, наверное, завершающий на сегодня вопрос. Этот вопрос, он, опять же, от очень многих пользователей. Но я его сформулирую так, как его сформулировал наш пользователь Игорь. Если посчитаете возможным, выскажите свое мнение о движении за новый социализм. Николая Николаевича Платошкина. Вот. Вообще, насколько вот это вот красным соусом хоть что-то можно сдобрить, как бы. Я, кстати, своему впервые из вашего вопроса узнал о существовании такого движения, такого человека. Поэтому это первый ответ на мой вопрос. Ничего не знаю, ничего сказать не могу. Ну, если вкратце, это блогер, который там на 250 тысяч аудитории. Примерно 250 тысяч аудиторий. Это бывший дипломат. То есть, это кадровый дипломат, который там участвовал в каких-то переговорах. Он еще и при Ельцине функционировал. То есть, человек опытный. Ну, почтенный в смысле своего статуса. Его сажали. Его сажали и под домашний арест и так далее. Суть этого движения за новый... А за что сажали-то? Ну, прессовали примерно так же, как Навального. Ни за что. Соответственно, сейчас он на свободе. Суть его в чем? Как бы вот этого движения за новый социализм. Это такой КПРФ, но порадикальнее немножко. Что вот сталинизм у нас во внешней политике и вот нас уважали бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А внутри это такая вполне, я так понимаю, социал-демократическая повестка. То есть, с людьми надо помягше там и так далее. Ну, не знаю деталей, ничего сказать не могу. Вот. В принципе, КПРФ отношусь как к любым жекам, где козла забивают. Ну, забивают и забивают. А что-то такое. Козлодуйство совершенно нормальное. Мне по возрасту самому полагалось бы козла забивать. Просто не умею. Вот. Вот из всех видов бегства от реальности, это самый дешевый, в смысле, самый легкий, популярный. Самый очевидный. А совсем другое дело, это вот новый социализм. Новый социализм, пожалуйста. Чарльз Виндзор. Клаус Шваб. Билл Гейтс. Вот новый социализм. Коммунизм, точнее. Новый коммунизм. Это собственность в аренду. Отказ от такой традиционной собственности. Экономика шейринга. Да. Да. Это вообще ликвидация частной собственности, что, собственно говоря, де-факто и произошло. Потому что сейчас найти крупную, крупную компанию, у которой один владелец, он же и владелец, и управляющий практически невозможно. Давно произошла революция управляющих, когда, значит, реальными распорядителями крупного бизнеса является, значит, бизнес-бюрократия. Это очень запутанный вопрос, потому что все Безосы и, значит, собственно говоря, тот же самый Гейтс и Цукер, и уж тем более его величество Маск, это, конечно, владельцы, создатели, владельцы и управляющие в одном флаконе. Мне, казалось бы, это полностью противоречит тому, что я в предыдущей фразе сказал, что управляющий владелец и, значит, управляющий владелец это разные люди, и правит бизнес-бюрократия, но трудно, значит, трудно считать Цукера бюрократом, или там Маска, или вот нашего этого самого, как его, дурова. Трудно считать бизнес-бюрократом, это креативщики и так далее, и так далее. Но я в эту механику, в социальную психологию новых управляющих, я их не назову новостворцов, пожалуйста, новых демиургов. В социальную психологию новых демиургов я влезать не могу, это долгий разговор, я хочу сказать только одно, что традиционный капитализм наследственных капиталов, всех этих Рокфеллер, Ротшильдов и так далее, с простыми понятиями о собственности, с простым антагонизмом классов, этот традиционный капитализм, как многим кажется, я думаю, что они правы, приказал долго жить. Новая постиндустриальная экономика, новый виртуальный мир, новые представления о равенстве, которые, которые вот эти самые винзоры, швабы и гейтсы продавливают. Они создают некоторую новую утопию, где на одном краю новые элиты, максимально оторванные от большинства населения, максимально оторванные, а с другой стороны совершенно другое представление о имуществе, о потребительских стоимостях и так далее. Короче говоря, давайте совсем просто, одной фразой. Вы социалисты, значит вы марксисты, значит вы должны знать, что новый базис определяет новые отношения, новые социальные отношения. Новые социальные отношения – это нехорошо забытые старые. Есть, можно найти аналогии, безусловно, можно найти даже аналогии с работами Ленина, извиняюсь за выражение, даже с тем же самым государством и революцией, но это не более чем словесная эквилибристика. Аналогии в основном в личностях, понимаете, вот простой пример. Я почитал про быт сотрудников, топ-менеджеров, которые работают с Илоном Маском, там очень много мемуаров они пишут. Знаете, я вот тут подумал, что если буддисты правы или инкарнация существует, то Дмитрий Федорович Устинов, он этого Илона Маска и переродился. А Дмитрий Федорович Устинов, это же какой начальник был? Это же вздорный начальник был, в том смысле, что он 20 часов в сутки, абсолютно работоспособный, все контролирующий, очень напрягающий и выжимающий всех своих замов. То есть, человек, который работает на планке близкой к 100%. Вот про Маска Гэд, примерно, то же самое. И не зря, кстати, одно и то же увлечение. Ракеты и ракеты, как бы. То есть, личности, они аскетичны. Дуров себя тоже позиционируют, как аскета из пустыни. Ну, это да. Но я думаю, это вообще к креативщикам, к создателям. Не к креативщикам, а к создателям, к творцам. Вот, значит, к творцам это вообще, я думаю, относится, потому что их барахло мало интересует. Но мне кажется, здесь происходит, то есть, не мне кажется, об этом все пишут. Происходят разные взаимоисключающие и взаимодополняющие, соответственно, процессы. Невероятно выросла, по сравнению с 70-ми годами, невероятно выросла дифференциация на сверхбогатые и сверхвлиятельные элиты. И значительно потерявший в своем положении средний класс, главную опору в социал-демократии. Социал-демократия это партия среднего класса. Вот он сильно потерял, собственно говоря, это одна из причин успеха Трампа, трампизма. С другой стороны, действительно, собственность в аренду, это тоже массовое течение. Собственность отделенная от владельца, которая виртуальная, которую вообще никак пощупать нельзя. Это тоже имеет место быть. Значит, огромный рост бюрократии, в том числе в таких креативнейших компаниях, как Apple, Tesla и так далее. То есть это очень разные, да, и потом невероятный рост, запредельный рост власти, международной анонимной бюрократии. Мы сейчас это видим все. Я не собираюсь вступать в дискуссии о том, в какой мере неправы ковид-диссиденты. Могу в миллионный раз повторить, что я их не считаю правыми. Но то, что еще сто миллионов раз повторяю свою обожаемую цитату, как, значит, круша всех и вся эти, значит, людей с бородками и усиками вылезла белоглазое ветчинное рыло. То есть публичные, что такое люди с бородками и усиками? Это публичные политики. Публичные политики. Они наглядно сыплются во все стороны и на первый план вылезает безликое, белоглазое ветчинное рыло – это безликое лицо. Безликое лицо анонимной интернациональной бюрократии, которую никто не избирал, которая сама себя назначает. Вот в 22-м или 23-м году Троцкий бросил знаменитый лозунг «Партия должна овладеть своим аппаратом». В переводе на русский язык это означает «Публичные политики должны командовать бюрократами». У него был проще лозунг «Бей кулака, бей бюрократа». Да, бюрократы. Тень, знай свое место. Тень знает свое место. Это место – закрывать все. Закрывать солнце. Вот это место – тень. Это не тень. Бюрократия первична. Так называемые демократические политики вторичны. Это к вопросу, кстати, о демократических политических системах, авторитарных политических системах и так далее. Публичные политики вторичны. Глубинное государство, то есть бюрократия, то есть внутренняя партия, воспетая Орвелом, первичны. Но это тоже в значительной степени проблематика XX века. Вот это глубинное государство, бюрократия и партия управляющих, она сейчас совершенно иная, чем она была тогда, когда ее… Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас бахновил. Вот в тот период, когда ее создавал, эту внутреннюю партию Сталин, это было совсем другое представление о внутренней партии. Хотя определенная преемственность белоглазых ветчинных рыл, она присутствует. Я, собственно говоря, надеюсь, что если мы будем продолжать разговоры о кратком курсе, то мы будем акцентироваться не столько на событиях, сколько вот на этой внутренней, так сказать, логической стороне развития партии как управляющая система. Это интересно, тема известная, но тема интересная. Но это, как говорится, аванс на будущее. Вот, а возвращаясь, значит, к исходному вопросу про этого самого Платошкина, о котором я ничего знать не знал, и про новый социализм, я могу сказать следующее. Кто про Платошкин? Сахаров про конвергенция. Берем все худшее из капитализма, невероятное расслоение, невероятное противостояние. Берем все худшее из социализма, абсолютная власть бюрократии, абсолютное отчуждение людей от государства. Соединяем и получаем все лучшее, что необходимо для прогресса. Великий физик и создатель водородной бомбы оказался прав и в своем прогнозе социальной водородной бомбы. Хорошо, у нас еще есть книга. Да, книга. Значит, я просто в диком положении. У меня книг не осталось. Я, как говорится, чем богат, тем рад. Ну, давайте я уже, как там, ласкер опустился до пошлых вещей. Курит сигары и нарочно вонючее берет, чтобы противник был. Ну, вот книга, которую я рекомендую, это книга, известный советский писатель Бруно Есинский такой был. У него известная книга «Человек меняет кожу». Значит, это книга, которую я рекомендую, менее известная, хотя тоже известная. Известна она в основном афоризмом, который перед ней стоит. Не бойся врагов своих, самое худшее, они могут тебя убить. Не бойся друзей своих, самое худшее, они могут тебя предать. Бойся равнодушных. Они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия на свете существует предательство и убийство. Красиво сказано, абсолютная чушь, конечно, полная. Но книга называется «Заговор равнодушных». Кого интересует советская история 30-х годов, рекомендую почитать. Написано хорошо, это, конечно, не Мариак, это, конечно, не Алданов, это не классики австрийской литературы, которых я рекомендовал. Безусловно, намного хуже, но, тем не менее, написано хорошо, легко, считается приятно. Дает рентгеновский снимок мозга, пораженного бесчисленными фобиями 30-х годов. Это мозг самого Бруна Есенского, который сам и погиб в результате репрессий 30-х годов. А роман попытался написать про тех самых троцкистских шпионов, которым он и оказался к концу написания своего романа. Портрет, пораженного фобиями советского общества, автопортрет. Рекомендую. Кому интересно, можете читать параллельно, допустим, там, с какими-нибудь детьми. Дети-арбат. Да, читайте параллельно. По-моему, интересно. В этом смысле, как документ эпохи, интересно. Написано хорошо. Еще вы такого непростого автора выбрали, в том смысле, что загадочная его посмертная судьба, потому что до сих пор неясно, как конкретно его репрессировали. То есть, понятно, что его арестовали, и дальше он пропал. И с точки зрения общества Мемориал, Мемориал этим занимался, Мемориал убежден, что он погиб, был расстрелян на расстрельном полигоне Коммунарка. Она же дача Генриха Ягода, которую превратили в этот жуткий расстрель. Там, кстати, и Бухарин лежит. А что тут такого? А другие, помимо точки зрения Мемориала, есть еще и точка зрения, что он умер в пересыльной тюрьме на Колыме, что его судьбу советская власть фальсифицировала. То есть, как конкретно его репрессировать, понятно, что какое-то вранье. То есть, они подменили эти документы. А как они подменили эти документы, это черт его знает. Но многие сейчас склоняются к тому, что он никуда на Колыму не отправился, а был убит на расстрельном полигоне Коммунарка. Вот эти подмены, бессмысленные абсолютно, создание фейков на пустом месте, это тоже типичное развлечение НКВД в советских спецах. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь от канала, если вам не нравится. С пониманием к этому отношусь, потому что, в общем, вот это наша фиксация на движении, на взаимоотношении бюрократии и обывателей, то есть, вот двух безликих армий. На самом деле, мы произносим, наверное, очень много фамилий, но эти фамилии все можно смело опустить, выкинуть там Путин, Пупкин, Пушкин, это все не важно. Важно это движение двух безликих армий. Иногда они бьют друг друга, иногда они идут вместе, иногда они друг друга не замечают. Поэтому это довольно-таки специфическое увлечение, наблюдать за этим. Поэтому, если вы отпишетесь, ничего плохого в этом не будет. Слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто распространяет видео, репостит, поддерживает канал материально. Большое спасибо Леониду Александровичу. А у нас на сегодня все. До следующего раза. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова